всем привет друзья сегодня у нас на канале новый ролик и сегодня мы с вами будем готовить вот в этой штуке во вьетнамской кофеварке которая называется финн она довольно интересная для многих людей которые заняты в сфере фильтр кофе она считается какой-то такой вот проходной штукой каким-то таким пережитком из азии в которой можно готовить разве кофе со сгущенкой которая здесь вот и изображен традиционный вьетнамский кофе мы же с вами сегодня возьмем эту штуку и попробуем в ней сварить классный вкусный фильтр чтобы посмотреть способна ли она тягаться с крутыми воронками типа калиты и тому подобное это штуковина плоская вы сейчас посмотрите поближе мы коробочку откроем все увидим и ей очень-очень много лет и даже в каких-то источниках я читал что именно она послужила прародителем всех плоских сегодняшних вороночек которые на рынке у нас присутствуют по типу калиты что там нужно чтобы не приготовить сок в том что мне не нужны никакие глобальные фильтры вам нужны весы мы возьмем самый простейший харио вам нужен чайник с гусиной шеи любого типа с контрольной температуре без контроля температуры мы будем работать примерно на 90 93 94 градусах это может быть как я уже сказал электрический чайник вы можете подогреть чуть-чуть дать ему отстояться вода чуть остынет налить вот такой маленький и им заваривать и соответственно кофемолка помол для этой штуки мы будем с вами брать в районе 23-25 кликсов на команданта без red clicks суть в том что там стоит такой двойной фильтр железный и увеличение глобальная помола не работает как в воронке с бумажным фильтром если сильно большой помол то значит быстрее будет проливаться вода более водяниста получается и так далее здесь отчасти это работает но не так потому что большие крупицы могут забить так же как и сильно мелкие вот этот железный фильтр и тогда у вас короче будет пролив значительно дольше чем надо поэтому здесь вот возьмите этот диапазон 23 25 и поймайте какой-то момент когда вы можете уложиться в две с половиной минуты в три минуты вот в такой вот диапазон чтобы у вас не поперла горечь и тому подобное и так давайте посмотрим на эту штуку поближе как она выглядит и начнем не готовить я уверен что он это все дело понравится и вы конце концов купите себя одну такую коробочку всего этого дела вот такая вот простая это оригинальный вьетнамский девайс я прямо очень хотел купить и такой аутентичный вот прям такой как надо коробочка очень простая в коробочке нас с вами ожидает несколько девайсов вот так они выглядят это точнее один девайс простом сборе 1 основной крышечка вот такая все это сделано из нержавейки очень такое легкая тонкая но крепкая то есть ну нельзя сказать что эта штука сделана как прям какая-то консервная баночка нет он такой прям хороший соответственно из чего он состоит весь набор этого финна состоит вот из этих вещей крышка которых после того как мы залили сюда воду все это дело закрывает и как бы ну что-то ничего лишнего не попадал я не думаю что здесь играет роль какой-то прям такой заваривание настаивание очень крышка этой истории которая не обязательно должна использоваться в остальном это традиционная такая воронка собственно как это все работает вот это блюдце который имеет здесь видите отверстие кладется на вашу чашку далее вы ставите сверху вот эту штуку который также как вы видите имеет отверстие вот таким образом засыпайте сюда кофе прижимаете этот кофе вот этой штучкой накрываете да и соответственно заливайте все это дело водой ну кто как делать сейчас мы когда будем с вами варить мы посмотрим на особенности я пока просто показываю основную составляющую комплекта и все это дело закрывается так крышечкой прекрасно закрыли здесь еще есть такие как вы видите штуковинки вот эти вот они никакой видите здесь просто не приклеплен никакой они сверхзадачи не выполняют они просто для того чтобы вы горячую вот эту штуковину могли аккуратненько взять и с вашей чашечки наверно убрать или может быть ну в общем это думаю исключительно вещи для взаимодействия с самой с этой воронкой давайте сейчас мы подготовим с вами остальные девайсы и начнем готовить в этой прикольной штуки так и первое друзья что нам нужно с вами сделать это немножко всю эту конструкцию прогреть и наш сервер тоже прогреть напомню у нас здесь сервер сам финн чайничек с водой вода у нас 90 93 градуса и наши прекрасные чашки лавы из которых мы будем все это дело соответственно пить первое что нам нужно сделать как я уже сказал немножечко прогреть нашу конструкцию просто берем ставим финн на сервер и аккуратненько проливая немного воды через тимон металлический он очень быстро прогреется проливаем немножечко воды через него чтобы его прогреть и прогреть сам сервер аккуратненько убираем финн на какой-нибудь стаканчик аккуратненько также промываем весь наш сервер но не промываем а прогреваем стенки и сливаем воду первое что нам нужно сделать теперь все очень просто на самом деле в работе с ним мне это прям очень нравится ставим эту конструкцию вот сюда поставили да и засыпаем наш с вами кофе мы используем 25 кликов на команданте засыпаем наш кофе прямо вот сюда то есть абсолютно никаких таких сверх естественных супер технологий друзья мы засыпали кофе и немножко так вот потрясли это все дело чтобы распределить по внутренней поверхности финны наш с вами кофе следующее что нам нужно сделать все очень просто взять эту штуковину и просто положить ее сверху то есть ничего не нажимая никаких вот сверх естественных таких вот штук не делая далее мы всю эту историю с вами ставим на весы как мы будем с вами его проливать мы используем 15 грамм кофе и проливать будем 250 миллилитров воды пролив будет следующий 50 миллилитров на цветение даем всей этой истории немножко подсвести и далее делаем два пролива по 100 миллилитров тем самым у нас с вами получится 250 миллилитров общий объем так вы видите время вы видите объем что мы с вами делаем все очень просто мы включаем наш с вами таймер и сливаем первые первую порцию 50 миллилитров круговыми движениями 50 но чуть чуть побольше и даем всей этой истории до где-то 40 секунд немножечко настояться немножко подсвести наш кофе сейчас пропитается водой и как вы видите видны первые капли уже нашего напитков сервер все очень просто на самом деле штука прям очень крутая мне дико нравится я сейчас делал несколько тестов у меня такие вкусные чашки получались просто ну короче я в восторге у нас с вами 40 секунд и на 45 мы вливаем наши с вами 100 миллилитров до общего объема 150 потихонечку как вы видите у нас кофе проходит через вот эти две штуки два сетчатых фильтра вот нельзя мне очень нравится то что получается видите у нас потихонечку все проливается у нас минута двадцать пять сейчас минута двадцать пять потихонечку на все проливается и у нас почти пролилась эта история то есть видите когда у меня здесь прольется полностью уйдет вся вода я дали еще второй пролив 100 миллилитров у нас получится очень общий объем 150 250 миллилитров и у нас будет как раз нужно нам время вот видите все в целом больше там история никуда не уходит потому что здесь между двумя фильтрами там тоже вода скапливается поэтому не ждите что здесь досуха все уйдет и теперь мы заливаем еще круговыми движениями до двухсот пятидесяти миллилитров наш с вами общий объем вышла чуть побольше 253 вот у нас потихонечку идет 2 минуты 25 секунд минуты 30 секунд чуть чуть побольше вышло но не суть я вам прям всем советую попробовать этот прибор можно назвать ну прям действительно он очень крутой в нем получается реально очень вкусно он целом примерно где-то на двух пятидесяти и всю эту историю убираю и вот наш с вами кофе готов теперь мы с вами немножко в сервер перемешав его разливаем по нашим прекрасным стаканчиком лава и будем сейчас все это дело дегустировать итак друзья мы с вами наварили тут всякого что хочу сказать я прямо в восторге вот по честному дня есть разные типы воронок и вот так фильтр плюс-минус мне есть чем сравнивать и вот я хочу сказать что это офигительная плоская воронка вот прям если вам нравится вся история связанная с калитой то это прямо просто ваше то есть кофе получился нереально сочным кофе получился нереальным цветочным таким чайным легким и как вы видите он без какой-то мути без единой без единого кусочка кофе в самом напитке то есть он чистый такой же как и через бумажный фильтр я сегодня пока тестировал эту штуку перед записью видео я сварил вот таких серверов уже наверно штук 5 или 7 я хочу сказать что он вот реально у меня вы 60 стоит я через нее готовлю периодически и я не могу сказать что эта штука как-то уступает вот единственный и минус в том что и очень удобно мыть то есть вот как с туркой у вас когда вы попили из чашки поставку сейчас остается нужно приспосабливаться куда эту гущу девать условно говоря то что она забьет все ваши раковины и тому подобное вот здесь такая же история то есть вот в этой штуке скопилась гуща это нужно как-то промывать но я просто снизу вот так под затыкаю фильтр этот ну отверстие фильтре заливаю туда воду немножко взболтал это слил куда-нибудь ну то есть в целом это не проблема мне очень понравился тот кофе который получается мне очень понравилось и на двух минутах когда я проливал быстрее мне очень понравился на двух с половиной и на трех минутах то есть все зависит от того помогу который вы подберете в диапазоне которыми я говорил но в целом фиговина реально очень крутая вот реально за ее цену она стоила она как бы ну прям вьетнамского вьетнамская и стоила она это получается наверное рублей 200 что-то типа того то есть блин штука просто очень крутая если кто-то из вас давно мечтал о колите и не мог ее все никак попробовать и не понимает что такое плоская условно воронка вот мне кажется финн вам прям обойдется какие-то копейки вы поймете что это такое здесь реально чувствуется разница между в 60 где основная конструкция в том что большая часть напитка ну воды проходит по боковинам и условно в 60 более чайной чем колита она такая более легкая вот тут как раз вот это есть то есть если вы хотите такую воронку более как бы насыщенную не говорю более едкую неприятную какую-то терпку не более насыщенную реально она такая же чайная фруктовая легкая но на более насыщенная то финн это то что вам нужно я рад что вы досмотрели до конца я также буду рад послушать ваши комментарии под видосом обязательно пишите если у вас такая штука пробовали в ней готовить и хотите ли вы еще какие-то видео на основании этой штуки может вы хотите видос где мы будем с вами готовить например вьетнамский кофе там со сгущенкой который но в общем пишите что думаете спасибо что досмотрели до конца обязательно вступайте в мою группу в телеграме там также есть ссылочка под видео начать болталку там не просто группы тому при можно задавать любые вопросы обсуждать всякие штуки также заходите мой магазин авито там можете купить вот эти прекрасные чашки для альтернативы также вы можете там купить кофемок команданты и многое-многое другое для приготовления вкусного кофе я был рад вас видеть я был рад вас познакомиться этой истории кто с ней еще не знаком сам был рад с ней познакомиться в общем очень прикольный больше был короче рад пока даже сам видос записывал штука это очень мне нравится все всем спасибо друзья до скорых встреч увидимся